Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Фреско. Ну, вы знаете. И это мой кулинарный блог. Сегодня у нас внеочередной выпуск, но не экстренный. Я хочу рассказать вам про очень хороший соус, который подойдет для целой кучи различных блюд. Я еще не раз в своих будущих выпусках упомяну его. Сегодня я хочу вам показать соус, который называется Сальса Берде. В переводе с испанского – зеленый соус. В переводе с итальянского – Сальса Берде. Кто бы мог подумать, тоже зеленый соус. Если вы думаете, что этот рецепт отлит в бронзе, вы уже ошиблись. Ничего подобного. Это зеленый соус, потому что он зеленого цвета. Я предлагаю вам приготовить его из зеленой петрушки, зеленой мяты, зеленого оливкового масла, из чеснока, незеленого, и сока одного лимона. Тоже не зеленого. Для начала нам нужно все чуть-чуть измельчить, чтобы все это легко потом убрать в наш кухонный комбайн. Этого достаточно, я считаю. Теперь разберемся с мятой. Можно было бы целиком и туда убрать. Но я считаю, что вот эти вот толстые хвосты можно оставить вне соуса. Вообще, хочу заметить, что соус с таким оригинальным названием есть, похоже, во всех кухнях мира. Ну, разве что за исключением эскимоской. Да и то не факт. Вот приехали в Южную Америку и говорите, принесите-ка мне Сальса Берде, и вам подадут соус из зеленых помидор, зеленых острых перцев, петрушки, чеснока, оливкового масла, лимонного сока. В Италии под этим названием зачастую понимают смесь петрушки, шалфея, мяты, каперсов, анчоусов, оливкового масла, минусы, сальгимонного сока. В общем, кто во что гораздо. Оператор мух не ловит, не смотрит, как я, крупным планом, не показывает, как я убираю зелень в эту чашу. Вы думаете, что у нас рецепт от Литв Бронзи? На самом деле, у нас оператор от Литв Бронзи. Майкл Джордан. Осталось добавить чеснок, тщательно отрезав от него попки. Привет, фум-блама. Очень тщательно очищайте чеснок. Не дай бог, в него попадет маленькая шелуха, и кто-нибудь это заметит. Вас смешают с навозом. Опа. Масло. Вот так вот. Как вы, наверное, сейчас услышали, оператор интересуется, сколько масла. Масло столько, сколько вы хотите. Включаем. Какая красота. Вы наверняка думаете, что я буду еще полчаса здесь прыгать вокруг этой чашки. Но соус уже готов. Великолепный аромат. Свежесть петрушки. Нотки мяты. Чеснок придает пикантности. Оливковое масло создает потрясающую консистенцию. Кислота лимонного сока создает здесь чашечку летних ароматов. Не смотрите, не смущайте меня, я буду его есть. Вообще, потрясающе, потрясающе. Обалдеть. Этот соус великолепно подойдет к рыбе. Жареный, вареный. Куриную грудку без этого соуса не едят. Мясо. Ну, вареное, естественно. Жареное, пожалуй, что да. Для стейков на углях, наверное... Нет, я бы тоже попробовал. Очень хорошо. Хранится он в холодильнике дня 2-3 минимум. Но с другой стороны, зачем его хранить? Съешьте его, да и дело с концом. Очень рекомендую. Если вам понравилось, пальцы вверх. Подписывайтесь на канал. Сообщайте обо мне своим друзьям. Готовьте соусы. Ешьте с выдумкой. Вкуснее, больше. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...